Марш-бросок преодолели школьники Велегоцкого района. Это игра на проверку военно-спортивной подготовки и эрудиции. Второй год подряд марш-бросок организует Велегоцкий зональный центр патриотического воспитания молодежи при участии ведомственных подразделений, в числе которых прокуратура, полиция, службы скорой помощи. Репортаж Елены Архаровой. В марш-броске 11 этапов. Они разбросаны в радиусе 600 метров. Чем быстрее команда доберется до каждой точки и правильно выполнить задание, тем ближе победа. За каждую ошибку штраф. Пятикратные приседания. Пять раз поехали. Раз, два. Развитие спортивных достижений, плюс патриотическое воспитание молодежи, плюс допризывная подготовка граждан к военной службе. Это все относится к нашим задачам, которые мы должны, ребята, должны выполнить на данной игре. В экстремальных ситуациях нужно действовать быстро и решительно. На этапе первой медицинской помощи тоже нельзя медлить. Медики задают вопросы в лоб, а условно пострадавший ждет неотложной помощи. Выполнили задание и бегом на следующий этап. Один из них прокуратура. Там предстояло разгадать русские народные сказки, изложенные юридическим языком, и блеснуть знаниями специальной терминологии. Зачет у школьников лично принимал прокурор Велегоцкого района. Человек, организация, изменивающая иск. Молодец. Метание гранат, бег в противогазах, сдача норм ГТО. Первоначальная военно-спортивная подготовка школьников дополнена стрельбой по мишени. Два мальчика и одна девочка. Так, что, первая нога в рубеж. Так. Винтовку бери. В руках у школьников настоящие пневматические винтовки. Они тяжелые и целиться сложно. Тем более, если не успел перевести дыхание после предыдущего испытания. За каждый промах снова штраф. Приседаем. Раз, два. Всего в военно-спортивной игре участвовало пять школ Велегоцкого района. В общей сложности набралось десять команд, половина из которых ученики Ильинской средней школы. Этапы проходить вообще несложно. Сложнее всего, наверное, бегать по этим этапам. Потому что выпадают в разных местах Ильинска. Да, в принципе, все легко. Только приседания на каждом этапе за ошибки. Ну, а так весело. Вот особенно приседать. Судьи определили победителя по времени и наименьшему количеству штрафных очков. По итогам марш-броска в лидерах оказалась команда девятиклассников Ильинской средней школы. Им и достался кубок победителя. Елена Архарова, Алексей Вепрев, Велегоцкий район. Специально для программы «Время региона». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова